Как вы почувствовали за дождик вашингтонский дождик? Ну, на поле зоны, а мы приехали прям. Вы не заметили дождь? Ну, заметили, но он... Мы приехали в среду, и не было дождя. Солн не тянет вас? А, нет, конечно. У нас сейчас очень много дождей. У нас сейчас осень. А, кстати, вы там ночевали, когда в Сиэтле, то там туманчик был? Туманчик, но дождя не было. Видно было хотя бы вид? Да, очень красиво. Да, на горы всё видели. А, ранее даже было? Серьёзно? Везде её видно. Ну да, просто когда, если эти тучи, всё, то оно не очень красиво. Нет, мы видели, да. Было красиво. У меня всё было красиво. Почему заранее мы не знали, что вы приезжаете? Да, не знаю. Ну так многие люди просто сказали, что вы здесь, почему не сказали? Нет, просто решили. Мы быстро сами решили, так же уже говорить там. Спонтанно было очень. Да, уже спонтанно. Да, но теперь вы больше такого не повторите, правда? Будем стараться. Постараемся. Оповестить. Теперь вы знаете, что мы постараемся приехать на следующий ваш комитет. О, да? А вы, кстати, на свою поприглашали молодёжь? Да. Постарались. Мы вам пришлём, лично вы расправите всем. Да. Ну вы, кстати, тоже можете выставить, так что. А мы распространим. Надо будет развивать тоже. Тоже вариант. Ну. А этот, как вам впечатления за нашу молодёжь вообще? Вот вы куча искусств, вы там на разных конференциях и здесь теперь. Что вы увидели разницу? Ну, также очень дружелюбно, очень легко общаться. Все такие очень общительные, разговорчивые. В принципе, как бы впечатления от них очень хорошие. Да. Положительные. Все простые, все простые, как бы и это сразу легко отделать. Общение идёт просто. Да, да. Да, структура такая же, как у нас примерно. В общем, если так сказать, конференция очень похожая. Здесь на английском разговаривают, у нас на английском разговаривают. Нету сильно разницы. Но здесь побольше, да, по-английски? Чуть-чуть побольше. Именно больше, да. А вообще, да. Слушайте, а вот в вопросе организации есть разница? Вы взяли что-нибудь интересное, что, например, вам было бы? Ну, видно, что нам тоже надо поучиться много от вашей молодёжи. Ну, вот, может, что-то конкретно вам понравилось, что, вау, это классная идея. У вас очень, да, у вас развита очень эта регистрация. Вот это у нас, у нас как бы тоже регистрация, но не настолько серьёзно всё. Ну, у нас вообще молодёжь не регистрируется. Да, да. Просто приезжает и всё. Хорошо отвечает. Только постара регистрируются, мне кажется. Да. Ну, чтобы вы знали, кто там делать. Ну, да. Ну, у вас всё равно еды всегда хватает, даже хоть не без регистрации. Да, у нас стараются. Ну, да. Да, у вас ночлег как распределяется? По домам, да. У нас церковь всегда старалась, чтобы быть гостеприимной и принимать всех, чтобы никто в отеле не останавливался. Да. Кстати, скажите, как называется ваша церковь? Наша называется Westfield Russian Evangelical Baptist Church. WRBC. А по-русски, да. А по-русски будет. Это штат какой? Васильская. Это Массачусс. Да, Массачусс. Все называют её Спринфилд. Да. Хотя это не Спринфилд. Да, потому что большой город прямо возле нашего. Да-да-да, рядом, ближе к нему, да. Да. Вот, а когда я узнала, что вы приехали, тоже так, я очень хорошо ваших родителей знаю, как бы, а вас видела, как вы росли маленькими, как Веня ещё на руках даже сидел, да? Ну да. Да. Вот. А когда вы у нас зашли, всё думаю, вау, вы такие прям общительные, такие открытые, то, ну, сейчас не так часто, как бы, молодёжь, вот, можно так прям просто обо всём открыто пообщаться. Но мы общение любим. Это точно. Это видно, да? А почему вы думаете? Не знаю. Ну, у нас друзья много старше нас, и, в общем, ну, по работе мы общаемся со взрослыми, и, как бы, нам очень легко просто начало... Ну, у нас даже, как можно сказать, даже друзья есть, в возрасте нашего папы. Да. Ну, просто мы очень близко. И вы их друзьями называете? Можно назвать их друзья, потому что мы очень близко, как бы, открыто разговариваемся, общаемся. И они, как бы, это тоже приятно, когда взрослые могут, как бы, знать, что мы молодые, и, как бы, на нашем уровне вместе с нами разговаривать, это тоже очень ценно мне кажется. Да. Да, очень приятно. А вот вы так хорошо по-русски говорите, почему вы по-русски хорошо говорите? Да, мы стараемся... Вы недавно в Америке? Нет, мы родились... Только приехали. Нет, мы здесь родились, да. Ну, разговариваем по-русски, наверное, большинство из-за семи, конечно. У вас дома как? Потому что, да, мы дома, наверное, 95% только по-русски. У меня тоже дома, только по-русски. Памы очень... Еще на школе тоже при Церкви Академия, ну, это у нас, как раз-таки, проводится русский язык. Вот это... И несколько раз... Обычно два раза в неделю у нас были уроки, да. Поэтому это тоже, как бы, помогает поощрять. А вас это не раздражало, что вас заставляли по-русски говорить или... Нет. Мне даже, с какой стороны, нравилось, потому что мы только по-русски разговаривали. Все американские учителя на нас жаловались, что по-русски все мы разговаривали. Да. Это наш первый язык, мы так считаем, да. Даже как в Библии читаем, как духовно мыслим русский первый язык. Но у вас нет проблемы с английским языком? Вы можете нормально общаться с американцами? Общаться, да, можем. Ну, некоторые библейские термины мы не можем говорить по-русски. Да, проповеди немножко сложнее слушать, ну, английские именно. Ну, а вы сможете вот так вот, если просто на улице с кем-то о Боге поговорить? Так, да. Стараемся, да. В Нью-Йорк мы когда ездим, там же у нас церковь здесь. Там... Ну, я знаю просто, там много русского населения. Это тоже хорошо. Там американцы тоже. Русское благополучие. Но американцы тоже, да? Да, мы встречаем даже по-русски. Там некоторые американцы даже тебя проверяют. Они начинают с собой разговаривать и проверяют тебе, ну, какие твои beliefs. Потому что они там тоже очень много верующих. Там тоже живут. Ну да. Именно американцы. И так интересно. Тоже интересно. Потом они тебя поправляют. Ты такой, что ты говоришь? Они такие поправляют. Не так вот так. Так что в этой сфере вы еще подтягиваете. Да. Есть куда расти. Да. То вы думаете, ну, просто вот у нас сейчас тоже маленькие дети. Чтобы мне помочь им больше говорить по-русски, что мне нужно делать? Мне кажется, ну, если даже по-духовному, можно читать с ними вместе Библию. Угу. Я как покаялся. Я начал читать Библию почти каждый день. Оставался каждый день. И после этого я плохо раньше по-русски читал. Угу. Сейчас я довольно хорошо могу читать по-русски. То есть по Библии, да? Как бы ты русский язык. И библейский язык, как бы я знаю. Как бы хорошо. И так читаю, стараюсь. Чтобы как бы русский держать. Да. Библия хорошо всё знает. Библия, да. Это точно. Мы замечаем. Да. Окей. Хорошо. Спасибо. Насколько я знаю, ваши папы-служители, ваш папа, я знаю, что сейчас по объединению председатель. А у тебя папа пресвитер? Он диакон. Он диакон, да? Он отвечает за все посещения церквей. По всему объединению. О, по объединению, да. Да. И за все лагеря. Вам когда-нибудь подходили, спрашивали вас или там что-то вы сделали, сказали, поступили. Ты же сын служителя. Да. Как ты можешь тогда сказать? Да? Было. Было. Какая наша реакция на это была? Она не особо нравится. Ну, как бы не то, что не нравится. Ну, не сильно, не сильно раздражает, но просто, знаешь, ты же такой же человек. Да. Такой же простой. Такой же, как всегда. Грешный. Она кажется, как будто это особенно. Ты так же живешь, такая же это. Просто, просто. Да. Просто чуть больше ответственности. Конечно, мы чувствуем ответственность. Тогда стараемся, конечно, чтобы с хорошей стороны себя показать всегда. Чтобы никто не послужит никому предкновениям. Это первое. Потому что на нас смотрят, как бы. Говорят родители, что на нас смотрят. И так что мы ставим всегда, как бы, чтобы быть примером. В этом, да. Да. Ну, может у вас были такие мысли. Ой, мне вообще это не нравится. И родителям бунт такой сделать, что вообще не хотим. Это твое дело, не наше. Такое точно не было. Не было? Мы поддержим, конечно. Мы поддержим служение. Стараемся вместе ездить на посещение церквей. Вместе с кем? С папой. Мы часто, да. А вы когда уже подросли, начали с папой ездить? Ну, папа недавно же только. Нет, вообще, ну, ваш папа как, ну, все равно в каком-то служении всегда был. Уже в молодежном. Ну, да. Ну, папа всегда старается. Вот это, что папа тоже старается. Он по служению всегда молодежь, ну, семья-семьи нашу берет вместе. Например, там съезд какой-то или что. Папа старается с семьей полететь на конгресс. Даже если это молодежная конференция? Ну, молодежная конференция, как бы, ну, не сильно. Ну, конгресс точно папа поставил за принцип, как бы, чтобы всей семьей там были. Да. А вы как с семьей все едете? Ну, стараемся с семьей. Ты часто вот с папой был на служении? Да, очень часто. А тебе нравится? Ну, мне очень нравится. Или тебе так? Когда мой папа начинал, когда еще учил в воскресную школу, он меня все время с собой брал. Потом, когда в лагеря сидел, я почти родился в лагере. Ну, да, они, кстати, за лагеря ответственные, да? Четыре лагеря в год мы посещали. Я почти родился в лагере, сейчас, да, лагеря. Могу, наверное, сам уже и сын описать весь лагерь. Да. Хорошо, да. Ну, это же как нагрузка, вот, то, что на семью определенное, что папа ответственный, чтобы дети не были в претензии и так далее. Может, у вас были такие мысли иногда? Вот были бы мы просто обычной семьей, чтобы не были наши папы на видном месте? Да, одно, бывает, замечают, что, ну не то, что чем прям не были на видном месте, но бывает, когда люди немножко или перегрыжают или чего, начинают от семи забирать, но они часто происходят. Но, на самом деле, там, и люди там хотят, чтобы и то служение, и это служение. А это время будет, как бы, времени не хватать. И от семи будет, получается, intake время. И качество не будет такого осужденного. Так что, да? Как бы что? Ну, у нас папа, я вам скажу, для семьи очень хорошо время выделяет. Ну, нам хватает, ну, очень хорошо, да. Отношения очень... что папа с нами мало времени проводит, мне не хватает моего папы. Мы тем более даже с папой работаем, так что у нас много общения. Мы с папой как друзья, очень близко. Так и есть. Да. Мы все с папой, если мне кажется, работаем. Да, ты тоже с папой. Много общаемся. А ваши папы друзья, да, тоже? Да, с детства. С одной молитвенной группой. В одной молитвенной группой. В тот же самый день, как вам благословляли на собрании. Ну, с рождения друг друга знаем. В школе вместе учились. В школе вместе учились. Окей, тогда у вас похожая, да, немножко жизнь. Да, очень близко. Да. Ну, мне вот еще интересно, знаете, поговорить про… Вот я как бы знаю немножко, как ваши родители понимают и видят воспитание детей вообще. И вот сейчас вы приехали, и я вот смотрю как бы на их результат, как бы вот получилось ли то, что они хотели, да, или сработали ли их вот принципы, да, какие-то вот на вас. И в какой-то мере я вижу, что действительно что-то получилось вообще-то. И это как бы приятно. Но вот самая такая популярная, наверное, тема сейчас – это телефоны. Вот мне интересно, вот скажите, во сколько у вас появились телефоны? У нас телефоны, наверное, очень рано появились. У нас, наверное, в 10 лет или в 12 лет уже были телефоны. Просто с интернетом прям? Ну да. Но у нас они, у нас были такие пары, что мы его никогда с собой никогда не носили, он всегда у нас был дома. То есть есть телефон, но он дома, да? Да, у нас… Матвей, во сколько лет? У меня появился телефон в 15 лет, и там не было ни интернета, ничего не было. Такая называется компания – Gabe. Там просто, там просто звонить. Чтобы на связи быстрее. Да, а потом, когда, ну, начал ездить, drive license получил, тогда мне уже купили нормальный телефон. Окей, следующий вопрос. Когда у вас появились телефоны, вам родители просто дали телефоны или они вот правила какие-то сделали? Да, контролировали. Были правила, да. Какие это были правила? Например, когда они смотрят, что много сидели, они сказали, всё, ну, например, забрать даже. То есть в телефоне показывают, сколько часов вы просидели на нем, да? Да, ну там было такое, да, тоже. И что? В основном, да. Ну, родители, конечно, следили, что мы делаем. Мы же не просто там, чтобы лишнее ничего не правильно… Ну, это значит, вы как, получается, не имеете права в комнате быть с телефоном или что? Да, у нас в основном телефоны всегда на кухне лежат. Мы только там, да. Да, только правильно. Да, постараемся. Да, даже ночи заезжать телефоны, мы все внизу, мы в комнату никто… А вы в комнату не забираете телефоны? Не забираете, да. А что, вам не хочется забрать с собой в комнату? Никогда не хотелось. Даже неприятно. Наоборот, мне кажется, хорошо спим сразу. Да? Что именно неприятно? Что, я не знаю, уже такое правило, так привыкли, что уже неприятно. Уже берёшь телефон с собой, и это не по себе. Вау, интересно. Ну да, в комнате… Манфей, а у вас в комнате? У меня офис… Ну, офис мой, он у меня в комнате, так что у меня, наверное, телефон в комнате всё время лежит, кроме когда я сплю. Когда я сплю, я его ставлю в зал, у меня зал такой больше, и там я его ставлю, подзаряжаю. А так, ну, пока я работаю, всё время он у меня в комнате. Ну да. Что по-другому никак. Так что да. Ну, и ещё просто папа говорит, чтобы телефоны не были ночью, когда спишь и всё. Только такие правила. А ты прислушиваешься? Ну, конечно. Да? А если… Ну, это полезно же для тебя. Ну да, ну просто это так сложно, многие прям вот под ухом, у кого-то под подушкой прям телефон. Нет, ну я вообще… Я один раз так попробовал только один раз, чтобы проверить, что будет со мной. И у меня потом голова на следующий день болела. Что вы в своём телефоне делаете? Вы не боитесь, что когда-то родители, вот он на кухне лежит, возьмут телефон, а там что-то будет? У нас есть пароли, но они только для таких нужных вещей в телефоне, там, надо заплатить или что. А так родители знают пароль. Я могу даже любому сказать. Просят телефон, говоришь пароль. Пароль наше дедорожжение. Нет переживания, да. Да, ну у вас… Пароль 3939. Если кого-то будет проверить, проверяйте. Ну да, как бы нет страха. И нету как недовольства на родителей, что они так… Нет, наоборот. Наоборот нравится. Да, мне даже нравится. Любой телефон на кухне лежит, взяли, позвонить, потеряли свой телефон. Любой телефон, доступность. Да. Очень хорошо. Открыто очень. Да, да. У меня просто пароль, чтобы дети не брали, потому что когда дети берут, наклыкают там, что упало. Да, да, да. У вас младшие есть, да, братики-сапешки. Очень интересно, что у вас так… вы так свободны. Я потому что замечаю даже, что вот многие люди, они вообще всегда вот с телефоном в руках. Всегда в руках. У вас я почти вообще не видела. Вообще, вы хоть своим родителям звоните, говорите, где вы там… Звоним, да. Да, да. А что, у вас социальных сетей нету, ну, чтобы посидеть там, посмотреть что-нибудь? Нет, у нас, да, Инстаграма нет, чат нету. Нету, да. Да, да. Да, да. У нас семья, которая никогда не потерялась. Да. Например, в видеоигре мы никогда, папа никогда не разрешал. Мы с рождением… Ну вот не разрешал и наоборот же хочется. Окей, вы когда-то пробовали? Ну да. С друзьями, конечно. Разрешал? Разрешал? Ну да. У нас опять было, разрешал, но… Ну, когда подрастаешь, как-то оно не тянет. На Дайдала сразу почему-то… Ты, мне кажется, вырастаешь после 16 лет, уже вообще не хочется игры играть. Да. То есть, по сути, родителей позапрещают в возрасте вот этом подростковом, да? Да. А потом уже ты сам как бы… А потом ты уже не хочешь. Потом уже отвлекаешь. Нет желания. А вы не чувствуете, что вы что-то потеряли, что вы… В каком случае? Нет? Нет, не думаю. Серьёзно? Вы тоже, мне кажется, приобрели. Ну что-то, как с другой планеты. Так легко отвечаете на это всё. Да. Я знаю, что вот кого-то мы видели, наверное, из подростков тоже, и у него телефон забрали. Его аж трясти начало, что… Ну, он очень был раздражён в этот момент и чувствовал, как будто бы, там, не знаю, как будто его душу забрали вместе с телефона, не знаю. Вылипали. Ну да. Да, ну… Окей, ну, значит, у вас было что-то намного интереснее, чем телефоны или что? Да. Да? У меня было всю жизнь… У нас папа… Сначала, когда мы были маленькими, просто игрались на улице, потом папа купил квады. И потом так, с квадами, после школы… Ну, это интересно, да. Да, вот чем вы после школы занимались, вот… Да, у нас сначала мама чуть жаловала, что мы, типа, грязные всё время были, а папа говорит, лучше, чтобы они были грязные, чем на телефоне сидели. О, да. Так что… Я всю свою жизнь почти на улице подал. Ну да, улице. Даже и сейчас на улице работаю. И общение с друзьями тоже, я думаю, намного больше, когда ты… Угу. Ну, через телефон, понятно, тоже можно, но… Когда вживую… Больше развязать социальный, там… Другие игры. Легче развязать. Да. Ну, и по такс-месседжам, как бы, мы стараемся не писаться так много, а лучше на… Контакт на… Или позвонить. Да, позвонить, или как нужно. Ну, на месседжах не передашь, как бы, эмоции. Можно как-то постараться, но не то всё равно, является. Да. А вот, касаясь вопроса насчёт, что вы делали после школы, вы где-то учились там, помимо вот школы, просто какие-то классы брали, что? Ну, инструменты, музыка. Просто self-education, не кажется, у нас… Да, музыка, ну да, музыкальная, да, у нас была. Ну, то есть вы на музыку ездили? Да. Да. Какие-то инструменты? У нас было, получается, в семье я, Йосип, Аделя, получается, трое, даже Карина потом четверо. У нас было, да, это, что мы на пианино все были. Угу. Да. И потом, сейчас даже у нас, даже младшая Жанна, ей сколько, 8 лет, наверное. Да. Сейчас она на пианино ходит, да. У нас, получается, Карина ей 12 лет, да, она на флейте учится. Да. Ну да, как бы музыкально старались развивать всегда. Сколько детей в вашей семье? У нас в нашей 8. В 8. А ваши? В нашей, считаю, родителей 8. В 8. 6 детей, да? Да. 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 Окей. Ну, мы старались всегда развивать. Мы даже на вокал вот начали ходить. Ну, сейчас немножко с летом с работы тяжеловато, а вообще стараемся, да, тоже развивать это. Да. А вы хотите быть больше в служении? Угу. Да, мы стараемся служить. Ну, собрание, да, всегда стараемся. Ну, да, музыкальное служение, оно какое-то близко очень к сердцу. Особенно пение, хор, молодежный хор участок обязательно, да. Пение, мне кажется, самое такое. Самое близкое к сердцу. Да, самое близкое, мне кажется. А вы уже члены церкви? Мы записались, сейчас проходим классы, и в декабре нас будет крещение. Будет крещение, да. Ну, я знаю, что вот 18 лет, а почему вы раньше ещё, как вы чувствуете, что вот сейчас, почему не раньше, например? Да, у меня всю жизнь как-то было, что в голове, что крещение, примерно 18 лет, когда совершеннолетие, ну, как бы, да, как бы никто не говорил, никто не заставлял, никто не говорил, что там рано, нельзя, не это. Но оно как-то уже было у меня в голове, что примерно около 18, но, слава богу, так и получилось. Вот сейчас, да, 18 лет будет, и мы как раз крещение будем. Ты решил погулять пока? Пока поживу, как хочу? Нет, наоборот, мы стараемся всегда с детства в служении, да. Да. Особенно когда в молодежь перешли, там, да, очень стараемся, чтобы служение на первом месте было. Мы в апреле в этом году ездили в Казахстан на миссионерскую поездку, или как бы посещение церквей, посетили 24 церквей. И в то время у нас было, при церкви у нас было крещение, и я посмотрел, и всё так интересно стало. Как бы, и я понял, приеду домой, я поговорю с папой, я тоже запишусь на крещение. Я понял, что я готов тогда. И так записался на крещение. То есть именно там у тебя это... Да, мне вообще-то очень сильно захотелось принять крещение. Вау. Я знал, что я, как бы, я хотел, уже мысли были, но думал, как будто не готов. А, ну, так, на поле, когда уже служишь Богу, я всё такое, обдумывал всё так, и жилая, прям, возгорелось такое пламя такое, и записались на крещение. Матфей, как ты? Я ещё не записался на крещение. Не записался? Наверное, на следующий раз запишусь. Да? Да. А как ты это чувствуешь или понимаешь? Просто я ещё всю Библию не прочитал, что-то хочется всё узнать. Ты читаешь? Ты стараешься? Да, каждый день стараюсь. Да. Ну, когда есть ответственность уже, когда духовный рост видно, когда молишься, читаешь каждый день, то, да, я думаю, это видно уже, когда готов к крещению. Угу. Или когда не готов, да, ты будешь сам уже чувствовать. А что вы думаете изменится после того, как вы крещение примете? Больше искушений. Больше искушений. Ну, конечно, да, дьявол будет сильнее пить. Серьёзно подумать, принимать. Ну да, опять уже сделать решение. Что это за шаг для вас, как бы, будет? Ну, это, ну, крещение – это знак перед людьми, что ты будешь, получается, обещаешь добрую совесть. Угу. Да. У нас была один раз при церкви проповедь, и на проповеди я, честно, не помню, про что была проповедь, но я понял, что я в сердце, как бы, я пообещал Богу, что я буду любить верным. И после этого я всегда, как бы, я перед никем не обещал, а чисто перед Богом в сердце пообещал, что я буду верным. И, как бы, это меня всегда держало в рамках таких. Просто сам себе внутри, перед Богом. Да, перед Богом пообещал. И это, как бы, обещание, как бы, меня держит. В рамках, чтобы я буду верным Богу. И приятно, тоже приятно, что пообещал. Ну, например, вау. Ну, вот я хотела дальше спросить, как, что останавливает, например, сейчас вы, вот, не члены церкви, хотя это потом примешь крещение, как вы сказали, ещё больше будет, как бы, искушений. Ну, вот, что сейчас вас останавливает не делать грех? Вот. И это то, что ты сказала, да? Вот это обещание. Ну, например. Я пообещал Богу. И, конечно, с детства у нас родители научились страху Божьему. Мы стараемся, мы уже знаем, когда это уже неправильно сразу, перед тем, как мы это делать будем. И, как бы, это нас останавливает сразу, конечно. Да. Ну, как в вашем понимании вот страх Божий? Вот что это значит? Сходить, трястись, бояться? Или что? Бояться грешить. Бояться грешить? Правильно, да. Ну, то есть вот приходит у вас искушение сделать какой-то неправильный поступок, какой-то грех. Что в вашем разуме в этот момент? Во-первых, надо знать последствия, что последствия греха серьёзные, будет ещё тяжелее. Ну, да. И искушение, как в Якове написано, что приходится искушение, надо радоваться, потому что из них терпение происходит. Да. Такие, да. Хотя тяжело представить, что радоваться в искушениях, но так и есть. То есть, получается, вот это обещание тебе помогает, как бы, дальше в жизни, если приходят искушения, ты вспоминаешь? Да, да. Что-то всегда приходит на голову, да. Да? На мысли, да. Очень интересно, да. Значит, ну вот, я знаю, что, как бы, ваши родители, у них такие очень хорошие ценности, как они воспитываются. Вы думаете, вы, вот, много что, как они делаете? Потому что, вот, они вас так, или это уже вашим стало? Уже своим стало, да. Да, уже наше, да, мне кажется. Ну, с детства, да, родители заставляли, ну, не то, что заставляли, но в церковь, как бы, выбора особо не было. Да. Но когда ты уже подостаешь, понимаешь, что самого желания есть, ты уже не можешь без этого. Ага. Да, да, да. Своё уже стало, родное. Понимается уже. Вот, некоторые люди, которые, ну, не верят в Бога, или они не христиане, они немножко с сожалением так относятся к нам и говорят, ну, бедные люди, вот, все, где там, им так плохо и всё такое. Вы чувствуете себя несчастными, что вы, вот, христиане, что вы в церковь ходите? Ни в коем случае. Наоборот. Как я понимаю, как мы по работе, мы работаем часто в больших зданиях, и мы слышим разговоры, как бы, взрослых, даже 45-50 лет, мужчин, которые, они разговаривают, как они провели время на выходные. Ага. И мы понимаем, какие мы всё-таки счастливы, что мы верующие, что у нас, как бы, есть цель, куда мы, куда мы движемся на небо. А они впустую растрачивают свою жизнь, и каждая неделя это то же самое у них. Да, действительно, видно, что это у них бесцельно. Да, бесцельно. Даже по их разговору, ты даже просто слушаешь, и просто уже тяжело, я не представляю, каким, если не так всю жизнь. Да, бесцельная жизнь, это пустая жизнь. Окей, а у вас есть цель? Да. Да? Какая? Конечно. Служить в небо. То есть вы думаете, что вот христианство, и то, что вы в церкви, и для Бога служите, всё это поможет вам дойти в небо? Да, конечно, во-первых, вера. Да, в Иисус Христа, да. Но затем, ну да, служение, конечно, помогает. Вы рады, что вы родились в христианской семье? Да, конечно, слава Богу. Мы другого не знаем. Слава Богу. Если бы знали другое, может быть идеальный ответ бы сказал. А никогда у вас не был такой момент вот маленький, может быть где-то, ну, вы видели друзей или что, чтобы немножко попробовать другую жизнь? У меня, честно, друзей неверующих нет вообще. У меня все при церкви и христианство. Угу. Ну, вы же понимаете, что есть люди в церкви, которые, ну, они только в церкви, но... Ну, такие у нас тоже были, они нашего возраста, они уже из церкви ушли. Да. Тоже жалко, но нам, как бы, по жизни все равно к ним никогда не тянуло, потому что мы видели по их жизни, но... А вы догадываетесь, почему они из церкви ушли? Ну, что воспитание родителей, во-первых, я не знаю прям точно какие-то там детали, но... Воспитание родителей сильно влияет потом... Я просто имею в виду именно за тех, с которыми вы общались, вот, вы же их знаете близко, вот... В школу тоже, например, некоторые, некоторые могут в фабл-скоп пройти, у них все нормально. У нас есть такие, которые очень серьезные, в фабл-скоп учились. Некоторые в фабл-скоп учились, и их утягивает это. Угу. Есть даже нашего возраста, который уже полностью неверующий образ жизни ведут. Да, некоторых это сильно влияет. Ну, я думаю, во-первых, родителей, то, что они учат, ну, воспитание родителей, потом... Как они читают часто Библию дома, получатся духовное название дома, а потом... Это влияет сильно на жизнь, даже если в фабл-скоп. Да. А вы не в фабл-скоп учились? Никогда не учились. Мы при церкви... Ага. У нас при церкви есть школа, мы с Киногадона до 10 класса отучились. Да, да. При церкви. А вы думаете, что если в христианской школе учитесь, это все гарантировано, что вы будете верующим, и там такие святые детки учатся? У нас... У нас учились много, которые стали потом неверующими нашего возраста. Я вот сейчас иногда слышу такую фразу от родителей, что как бы, ой, да в христианской школе еще дети могут быть похуже, чем в пабл-скоп. Да, такое тоже. Ага. И что вы думаете об этом? Ну, может быть похуже, но все равно я думаю, что как в христианской школе уберегается от греха, это намного как бы, да, искушений меньше, тем более, когда ты растешь духовно, тебе надо как бы, чтобы ты не можешь просто пойти в мир и там как-то вырастить, тебе надо как-то ограждать немножко. Угу. Вот эта христианская школа, это очень помогает в этом, это точно. Угу, да. А в христианской школе не надо ограждать ничего? Ну, там уже как бы есть уже, как бы, да. Есть учителя верующие, это, нет? Все правила. Да. Да. Ну, как вы думаете, родители могут, например, отдать в христианскую школу и расслабиться как бы? Нет, нельзя. Ну, как бы они же в христианской школе. Ну, все равно домашнее, то, что дома учат родители, это номер один, я считаю, потому что ты дома будешь проводить больше времени. Да, да. Вечером Библию не читают. Ага. Ну, потом как идешь спать? Да, это тоже. Или не молятся с тобой. Как бы семья читает Библию вместе, это как бы тоже, ну, на детей, они видят, на родителей смотрят, и как, например, если пример родителей очень хорошо, конечно, и дети будут повторять за этими темами. Я понимаю, что сейчас вы уже как бы постарше выросли, может, немножко сложнее вам, так как у вас уже есть работа, свои какие-то сыгры, репетиции. Ну, вот, когда вы были помладше детьми еще, вот как в ваших семьях проходило это время чтения? Вот, у вас были совместные всей семьей? Да, они, да. А как это проходило? Больше всего нравится, когда папа, например, читает, но он больше поясняет вот это. Разъясняет? Да, или разъясняет, да, или объясняет как бы некоторые, ты больше, например, с больших сторон ты будешь видеть это писание, да. Ага. Когда просто прочитать, ну, ты можешь просто прочитать, ну, дети обычно, ты сидишь там, толком не слушаешь, пока сам не читаешь. Ну, вы как, вы только слушали, или вы как-то участниками были этого общения? Ну, да, то есть по очереди, например, читать. Ага. Сначала один, второй, третий, так тоже, да. А как у вас? Мы обсуждали много. Да? Например, как? Ну, мы, например, читаем Библию, а потом, значит, моя мама, моя мама или папа, значит, она прочитает. И потом мы, например, сильно не понимаем это, задаем вопрос и начинаем рассуждать. Ага. Может длиться учение Библии иногда час, мы два. Ну, да. Все зависит, да. Все зависит, да. И даже если есть маленький, да, кто-то спит, кто-то с вами ещё, всё равно крутится за себя, да. Все семьи. Я знаю просто, когда родителей сильно в служении много, то очень сложно это время найти. То есть у вас было это время? Как часто, когда всей семьёй? У нас папа очень много улетал, так что моя мама много тоже читала Библию. То есть если папы нету, то мама с вами проводила, да? Да. Ну, да, что же помогает, что когда уже привыкли это делать, то мы сами это делаем. Ага. Вот, да. Сейчас, да. Сами. Когда маленький, естественно, так не тянет тебе самому Библию читать. Ага. Когда семьёй, оно тебя поощряет. Да. Вот, да, сейчас уже как бы привык, и всё, ты уже сам читаешь. Вот это тоже, да, что папа может быть даже не дома, и мама не дома. А ты всё равно будешь, да, духовно, наседаться. А когда детьми были, то тоже, если папы не было, или что? Как это? Тогда мама с вами? Ну, да, общения были с мамой даже. Папа, да, у нас тоже. Когда мы были помолочь, ещё даже до попеяния, папа писал, так, в клан, там, или после школы, там, прочитать Библию, там, главу или сколько. Ага. Да, и писал так тоже. Задание было, да. Угу. Вау, интересно. Будем заканчивать, но я вот напоследок, может, кто нас будут смотреть, молодёжь, другая или что. Я знаю, что East Coast проходит регулярные конференции. Когда эти конференции проходят, в какое время? У нас в Вирджинии проходит конференция каждый Thanksgiving. Угу. Прямо. Традиция, да. Традиция, да. У нас в феврале. Где у нас? У нас это... Массачусетси. Массачусетси, да. Наша цепь, WBC. Когда проходит? В феврале. Окей, и третья ещё? У нас в мае ещё есть. У нас на Labor Day Weekend, стабильнее, как в мае. А где она проходит? Это обычно в лагере. У нас или в Нью-Йорке, или в Пенсильване она там, да. Сейчас у нас лагерь там, Ченуан называется, ну, Кен Пеку, наверное, как его все помнят. Все равно так называют, как раньше. Уже три лагеря поменялись за 5 лет. Все равно Кен Пеку как бы. Вам нравится ездить на конференции? Да, очень. Мы пока ездили на конференции. Ага. Вот такое. А к вам, ну как, только ваши могут приехать, или у вас могут приехать из других штатов? Мы приглашаем из других штатов. Сейчас были у вас, пригласили молодёжь. Да, как можно больше. А вот, если честно, вот какая самая большая ваша любимая конференция, в какой... Я люблю Кен Пеку, это мой любимый Кен Пеку. Мне все по-своему, все уникально нравится, да. У всех своя, как бы, это... Атмосфера. Своя резюненькая. Да, да, да. В Вирджинии, как бы, посередине много молодежи съезжается, у нас тоже приезжают. Как бы, ну, тоже стараются очень много молодежи приезжают, например, так же, как в Вирджинии. Но уже, как бы, все равно структура чуть-чуть, да. Структура чуть-чуть по-разному, но уникальна каждый раз. Вообще не всё. Окей, давайте кратко. Что уникального на Thanksgiving на Вирджинии конференции? Мне нравится, у них конференция, у них, как бы, больше такое расслабленная, как бы... Расслабленная? Как бы, обстановка, да. Не то, что, прям, натушенная, но... Там и музыкальные участия, там... Получается, играют гитары постоянно под каждую часть, ну, как бы, да. Ты имеешь в виду, что... Молодежные. Молодежные. Молодежные, да. Молодежные, да. Наша февральская, там, обычно, как бы, немножко, больше, как служение, действительно, церковное. Строже, как будто, да. А в лагере, это, ну, лагерная установка всегда приятная. Ну, лагерная... Там можно хоть пойти и поиграть, и... Ну, да, там очень много времени для общения. Да. Да. Окей. Ну, тогда я буду знать, приглашайте, выставляйте объявления, чтобы другие тоже приезжали. Стараемся. Хорошо, спасибо большое, что вы такие открытые, и... Вам спасибо, что пригласили. Спасибо большое. Пришли поделиться, да. Ну, я бы хотела сказать вам, просто оставайтесь такими, просто растите в этом направлении, у вас очень хороший фундамент, что там родители заложили. Слубогно. Пусть Бог вас благословит и в принятии решения к крещению тоже, что вы дошли, и дальше продолжили идти. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»